Мы сейчас находимся в районе Сокольники, где неподалеку от улицы Страмынка, перпендикулярно друг к другу, проходят две Боевские улицы. Первая и вторая. Так они друг друга пересекают перпендикулярно. Первая Боевская улица проходит от улицы Страмынка до улицы Матросская Тишина и как раз в своей середине пересекает вторую Боевскую улицу. А вторая Боевская улица проходит от улицы Барболина до Страмынского переулка. На своем пути она пересекает первую Боевскую улицу, но уже почти в самом конце. Если длина первой Боевской улицы составляет около 400 метров, то есть она достаточно короткая, то длина второй Боевской улицы в два раза больше, около 800 метров. То есть это уже такая настоящая, достаточно обычная Московская улица. И проходит вторая Боевская улица, параллельно улице Страмынка и недалеко. Можно сказать, она практически дублером является улице Страмынка. Ну а первая, соответственно, перпендикулярна и вторая Боевская улица, и улица Страмынка, от которой она входит. Обе улицы названы в конце 19 века в честь братьев Петра, Николая, Алексея, Александра и Валентина Боевых, которые были купцами и в то же время были благотворительными. И в частности, здесь они построили наследство этих братьев и содержали дом презрения для нуждающихся на 300 человек с храмом домовым, и при этом дом презрениями, и начальным училищем. Кроме того, здесь же не только от этого дома рядом, они построили два жилых дома на 130 семей, которые на свои средства и помогали его содержанию. Бесплатные жилые дома, но, собственно говоря, бесплатные это они были для жителей, для каких-то 130 семей, а, соответственно, оплачивали все сами братьев Петра. Вот, в честь этого, в этом доме презрения сейчас находится противотуберкулезный диспансер, ну или как-то там называется, по-умному, научный центр по борьбе, по-моему, туберкулеза, как-то так. И находится он на улице Страныка, которая находится неподалеку отсюда, это дом Дисян. Что касается общей характеристики улиц, то на них находятся, собственно, разные строения. И жилые дома, и офисные организации, и ведомственные организации, и социальные. Тут много все переведено, так и они разновидно, все смешно. А жилых домов, кстати, немного. Первая улица, на первой улице находится всего четыре жилых дома, причем все они по пять этажей. Но в годы построек у них разные. Вот с 1890-го дом, соответственно, уже 360-й, когда будет построено. Советское время. И вот, собственно, вот этими четырьмя домами, собственно, эта улица и начинается. Сначала слева у нас идет три этапа жилых дома, но, правда, один дом, он числится по улице Страмынка, так сказать, часть целого углового такого большого комплекса из нескольких жилых домов, которые находятся на углу улицы Страмынка. А за ними, чуть-чуть глубине, находятся еще два жилых дома. 3630-х годов постройки. А, соответственно, с правой стороны у нас находятся еще два третий этажа дома. То есть, соответственно, слева два по этой улице и справа два. Но только один дом, он, соответственно, с 1959-го года постройки, а второй дом, он как раз с 1890-го года постройки, еще до Львы Лесуон. Ну, затем он реконструировался и настраивался. Изначально он был вне пятиэтажа дома. И дальше, справа мы видим одноэтажное здание за забором огороженным, сейчас заброшено в Бойске бань. Еще тоже до революционной постройки, скорее всего, конца XIX века. Ну, когда туда были бани, уже довольно-таки давно они заброшены и полуразрушены. Ну, хотя все уже довольно-таки давно их как-то смести и, как говорится, построить, например, какой-то современный, может быть, спортивный комплекс или какое-то другое здание. Ну, в общем, функциональный центр. Но пока, так сказать, что никак работы с места не длинные. Пока это только планы. А за этими баними находится трехэтажное офисное здание. На 1895-го года построено. Ну, вообще, по крайней мере, в моем случае, в 2018-го года. То есть, еще до советского времени построено. Точно неизвестно, в 1995-го или другого, но до 2018-го года. И далее, соответственно, у нас слева находится офисное здание трехэтажное. А, соответственно, справа, гостиница Сокольники под номером Кшин. Плюс звездочки. Ну, дальше идет переченье с 2-гоевской улицы, которая проходит трехэтажных первой. И далее у нас идет, соответственно, слева, комплекс жилых домов селье конструктивизма. В 2020-х годах постройки. Вот, которые чистятся по улице Матросской и Тишина. А с правой стороны у нас, соответственно, идет завод Сварс. Это Сокольники погоно-ремонтный завод. Который тоже чистится по улице Матросской и Тишина. Дорожное здание. Ну, оно довольно большой квартал занимает. Вот. Ну, и в том числе идет и по 1-й, по 2-й, Бойской. Что касается 2-й Бойской улицы, то на ней лишь несколько зданий кислятся по 2-й Бойской. Все остальные кислятся по соседней улице. Начинается она, где скалкуется Барболина. И слева мы видим школу. За школой она чувствуется, как раз по улице Барболина. За школой находится Олимпийский центр для Непрадьев-Знаменских. Со стадионом футбольным. А дальше идут офисные здания, это деловой центр Страмынка, бизнес-центр Соколь. И все эти строения, они чистятся по улице Страмынка. А не по Бойскульс, хотя они выходят, они не идут. Ну, рядом проходят, как я сказал, параллельно Страмынка. И тут по ней они чистятся. Они как бы международные. Ну, многие из них выходят конкретно на эту улицу. Соответственно, с правой стороны у нас находится туберкулезный больница. И она тоже чистится по улице Барболина, а не по 2-й Бойску. А далее у нас идет здание, идет переченье по Баевской улице. И, соответственно, мы видим данный лингвистический университет, который расписывается по Баевской улице. А вот за ним идет четырехэтажное офисное здание 1895 года постройки. И вот оно чистится как раз по 2-й Бойску улице. А справа весь квартал, вот, то 1-й Бойску улице, международная улица Мадровская, Тишина, 1-й Бойску, 2-й Бобаевской улице. Вот такой большой квартал занимает завод Сварска. Как я говорил, сейчас Страмынский вагонно-ремонтный завод это какой-то трамвайный парк. Трамвай ремонтирует, ну, и, соответственно, готовит к выходу на линию. Ну, Страмынский вагонно-ремонтный завод, он кисится по улице Мадровская, Тишина. Однако, еще, вон, весь огорожен, такая идет большая ограда, и много там строений внутри этого квартала. Однако, так сказать, вдоль, ну, так сказать, на этой улице, рядом с этим заводом, есть несколько зданий. Первое здание – это такой офисный, моберновый особняк, вот, двухэтажный с мансардой. Ну, это он был перестроен еще до реализованного здания, 1890-го года построительный. Ну, и, как бы, современнее, сейчас выглядит, как бы, современный, такой крутой особняк тоже за забором, огороженным, и примыкает он, собственно, к территории, как раз, Сварзе. Ну, а дальше идет единственный жилой дом по этой улице, по номерам 6. Пятиэтажный жилой дом 310-го года постройки, и настраивался он в 349-м году. Ну, и сразу за этим домом следует электрическая подстанция, которая питает трамвайные линии, а также, как раз, вот, Гавос-Варз и трамвайное депо имени Русакова. Это здание 309-го года построено. Тоже, как раз, здесь, по этой улице. Ну, и, соответственно, дальше, уже перед пресечением первой боевской улицы, у нас идет здание Мечанской межрайонной прокуратуры, двухэтажное здание, построенное до 3017-го года. И далее, это вот пересекает у нас первая боевская улица, за которой, собственно говоря, идет небольшой участок, небольшой отрезок заключительный. Вторая боевская улица до Трамвайского переулка. И, соответственно, слева у нас находятся, и справа находятся жилые дома. Вот, но они уже числятся по другим улицам. Соответственно, слева это по Страмвайскому переулку, клубный дом идет. И справа это комплекс домовства инфраструктивизма, несколько домов, которые числятся по улице Матросской и Тишины. Ну, и, в общем-то, улица заканчивается. Ну, а доехать и до первой, до второй боевской улицы, по второй боевской улице. Вообще, Страмвайск, не проезжает, во-первых, проезжает, но лучше всего доехать и до первой, до второй боевской улицы на, соответственно, автобусе номер 78 от метро Сахульки. Вот, до остановки улица Королевка. Она находится на первой боевской улице. Ну, и, соответственно, дальше уже по этой улице можно пройти, и дальше уже на вторую боевскую улицу. Ну, и там уже свободно погулять можно и дальше по Матросской Тишине, и по другим соседям улицам, где, в общем, довольно много сохранилось в здании конца 19-го, начала 20-го века. Приятных прогулок! До новых встреч на улице.